Когда-то я говорил, что если Чиликин Алексей будет еще и песни петь, то это точно конец света. Но придется спеть. Специально моему брату и дядьке посвящается. Ах, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Там вот еще. Емщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Куда ты спешил, братишка мой? Зачем тебе нужно было Лада Калина? Ну я понимаю, премьера прокатился. Да, дорогу открыл. Но сегодня и сейчас в Автограде можно купить Фиат Альбе дешевле, чем Калина. Вместе с программой утилизации. Есть такая марка. Марка, не вызывающая презрительного отношения россиян-центропоблых, как, например, к китайцам. Хотя почему? Китай – это вторая мировая держава. Корейцы воспринимаются как рабочие лошади, французы – как пижоны, немцы – как недостижимое и очень дорогое. Но вот Фиат. Да что Фиат, мы с ним уже 40 лет. Мы к нему настолько привыкли, что появление Невазовского Фиата в семье, на работе, да и вообще, воспринимается абсолютно обыденно. Если честно, то это самый доступный современный автомобиль, собираемый полностью или частично в России. Теперь для кого Фиаты? Это практичные люди, твердо знающие, для чего они приобретают автомобиль. Коммерческие перевозки, офисная машина, автомобиль для дальних поездок и экономичный вариант на каждый день. И с Фиатом можно и на отдых, и получить удовольствие от полного привода. Причем, зная максимальную интеграцию Фиатов в крупнейшей экономике, можно твердо утверждать, что машина прослужит и не один десяток лет, как в случае с турецким – Фиат Туфас. Скажите, пожалуйста, мне в это не верится, но можно ли купить сейчас нашу иномарку дешевле, чем ВАЗовский автомобиль? Да, конечно, потому что плюсом к программе утилизации сейчас у нас идет дополнительная скидка от 40 до 100 тысяч на автомобиль, поэтому плюсуемую утилизацию скидку, получается дешевле, чем ВАЗовский автомобиль. Машина в наличии? То есть вот берем немаленькую малолитражку, допустим, Фиат Альбея, получаем 50 тысяч за поддержанный автомобиль ваш, который вы утилизируете, и сколько еще получаете скидку? От 40 до 100 тысяч, в зависимости от автомобиля. То есть получается, что Фиат Альбея вам обойдется в 320 с небольшим тысяч рублей? За базовую комплектацию совершенно верно. Ну, а вот, допустим, у вас не производят такие машины, ну, настолько современные, с автоматами, допустим, как Фиат Линейя, ну, естественно, нам еще далековато до Добл Панорамы. Как-то они тоже приближаются и становятся более доступными? Конечно, так же. Скидка получается 90 тысяч вместе с утилизацией, как и на Фиат Альбея. Я вижу максимальную скидку 100 тысяч рублей. Это что за автомобиль? Максимальная скидка 100 тысяч рублей у нас идет на автомобили коммерческие, это Фиат Дуката, то есть там по программе утилизации и дополнительная скидка получается 150 тысяч на автомобиль. Ну, просто огромный автобус получается, и еще и, в общем, который не имеет конкурентов на отечественном рынке, и очень даже по приемной цене. Совершенно верно. Ну что ж, первый автомобиль, который в кризисный год буквально сметался с прилавков, благодаря поддержке правительства и программе утилизации, сегодня есть в наличии, и это Альбея. Все те, кто не торопился и выбирал сейчас, могут приобрести из наличия, и главное, дешевле. Авантюры конкурентов, рекламирующих офигенно пустой автомобиль, провалились. И ассортиментом недорогих машин, собираемых в России, никто, кроме Фиатра, представить вам не может. Поэтому делайте выводы сами. Ну что ж, есть определенная магия цифр. Магию цифр от Автограда на Моржоне 9, ну, минус 150 тысяч рублей, вы уже поняли. Есть еще другая магия. Под названием 12-летний цикл. Для того, чтобы вам стало понятно, я взял вот эту прожилку. Время, оно не прямолинейно, оно идет по спирали. И какие события проецируются. Ну, взять, к примеру, наш ненаглядный, который заканчивается в 2010-м. Отсчитываем 12 лет назад, получаем 98-й. Кризис. С 98-й отсчитываем 12 лет, получаем 86-й. Да, перестройка, Чернобыль и много чего остального. В общем, дефицит. Оттуда отсчитываем, получаем 74-й. Это была засуха. Отсчитываем еще, получаем 62-й. Как раз тогда отменили, ну, какие-то вот эти старые денежные знаки. И все попали. Единственное, никто не попал, у кого были медные монеты. Отсчитываем еще, получаем 50-й. Там Сталин решил разобраться, ну, во-первых, с Георгиевым Великой Отечественной. Дальше. 38-й. Ну, понятно, что там было, да? 26-й. Ну, в общем, это я к чему? Это я к тому, что это состояние 12-летнего перетрубационного, блин, расколбасы, оно заканчивается. И мы вступаем в новую эру развития под названием очередной экономический рост. Так что в ближайшие 10 лет вы можете забыть про эти кошмарики последних двух. Продолжение следует.